Добрый день, друзья! Церковь Космы и Демиана в Оренбурге, Старообрядческой. Обиходное название – Космодемьянская церковь и Космодемьянская церковь. Дата постройки последнего здания – 2004 по 2012 годы. Архитектор Коновалов. Историческое исследование – Старообрядческое. Статус действующий. Современный адрес – город Оренбург, улица Алтайская, 12-1. Вновь построенный кирпичный храм Дрепли православной общины. Заложен в 2004 году. Окончен в 2012 году. Однокупольная постройка шатровой колокольни. Этот приход и храм назван в честь святых чудотворцев и бессеребреников Кресьмы и Демианы, которые занимались врачеванием людей и животных. Одна пара врачевателей в Риме и его окрестностях. Они имели учителя-завистника, который заманивал их лестью в горы, якобы собирать лекарственные травы и убил их камнем. Другая пара святых чудотворцев и бессеребреников были родом из Аравийской земли. Они в совершенстве владели искусством вручевания, лечили не только травами, но и силой Божией, исцеляли множество больных, не беря за это мсты. Во время императоров Диоклетиана и Максимилиана в период жестоких гонений и мучений христиан за отказ принести жертву идолам, святые были подвергнуты мучительным истязаниям и усечены мечом по ненависти правителя области. Третья пара святых чудотворцев и бессеребреников братья по плоти являются небесными покровителями этого храма. Память им празднуется 1 ноября. Это престольный праздник. Родом они из Аси, Малой Азии. Отец их Элин, мать христианка по имени Феодотия. По смерти мужа осталась вдовою, жила благочестно, пребывая в молитвах и молениях день и ночь. Живя богоугодно, Феодотия тому научила своих возлюбленных чад Козьму и Дамиана, наставляя их на все добродетели. Они же, вступив в совершенный возраст, стали делать людям добрые дела, подавали здравие душам и телам, врачуя всякие болезни, исцеляя от всякого недуга и язв и прогоняя из бесноватых лукавых бесов. Помогали они и животным. За свои благодеяния они никогда не брали никакой мзды, и творили они это ради Бога, дабы исцеленные люди явили к Нему любовь. Святые чудотворцы и целители искали славы не себе, а Божьему промыслу, и потому исцеляли людей ради имени Господа своего Иисуса Христа. Так в великой любви к людям свое доброе житие и закончили благочестиво и мирно скончавшиеся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немного истории Космодемьяновская церковь при 2-м кадетском корпусе. При 2-м оренбургском кадетском корпусе были две церкви. Первая – домовая. Освящена в 1894 году. До этого года лагерную церковь составлял алтарь, пристроенный к столовой и освященный в 1874 году. Алтарь вместе с солейей и иконостасом отделялся сплошной дверью. Во время службы дверь эта отворялась, и столовая служила церковью для молящихся. Вторая – церковь лагерная на маяке. Новосооруженный деревянный храм выстроен отдельно от всех лагерных помещений в русском стиле по плану одобренному и утвержденному главным управлением военно-учебных заведений. Храм вмещал до 200 человек. При алтаре был устроен особый ход через Пономарню. Средства на сооружение храма составились из пожертвований служащих в корпусе. Главным образом от благотворительности директора корпуса генерал-майора Михаила Евсеевича Дерюгина. И в особенности старосты корпуса почетного гражданина Александра Захаровича Захо. Здание 2-го кадетского корпуса располагалось на углу улицы Николаевской, ныне Советской, и набережной реки Ураб. Обе церкви Космо-Домиановской и Марии Мандолины уничтожены при атеистической советской власти.